В течение последних десятилетий значительно возросло число смертных случаев среди людей с сердечными заболеваниями. Особенно резко возросла смертность в экономически развитых странах. Неудивительно, что сейчас мы постоянно слышим и читаем о том, какие меры предосторожности следует предпринимать для того, чтобы избежать смертельного исхода при заболевании сердца. Зная статистику, люди начинают прислушиваться к советам врачей. Врачи же утверждают, что заболевания сердца обусловлены в большей степени тем, какую пищу мы едим. И рекомендуют воздерживаться от продуктов, скажем, с высоким процентом холестерина, соли, с большим количеством калорий. И врачи советуют строго следить за своим весом и не допускать ожирения. Помимо соблюдения диеты, рекомендуется регулярно заниматься зарядкой и, конечно же, избегать перенапряжения и стрессов. В результате, например, в Америке, где диета стала своеобразным культом, согласно статистике, резко уменьшилось количество сердечных приступов и количество инфарктов. Ясно, что нужно следить за своим здоровьем, особенно за теми его аспектами, которые отражаются на работе сердца. И все же есть нечто гораздо более важное, чем физическое состояние нашего сердца. Это состояние сердца нашего внутреннего человека. В Библии именно в этом значении, в значении внутреннего мира человека, более девятисот раз употребляется слово «сердце». Больше всего хранимого храни сердце твое, говорит Слово Божие, потому что из него – источники жизни. Да, как важно следить за здоровьем сердца, который бьется в наши груди, но насколько важнее следить за здоровьем сердца нашего внутреннего человека. Поэтому, дорогие мои, нет более важного вопроса, чем вопрос, которого я намерен коснуться сегодня, а именно библейское значение сердца. Что сказано в Библии о состоянии человеческого сердца? В основу сегодняшней беседы я хотел бы взять первые три стиха из 72-го Псалма. Вот что там сказано. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствий нечестивых». В первом стихе псалмопевец размышляет над тем, кем является Бог. А во втором, на своем собственном примере, он говорит, кем является человек. Иначе говоря, в этих стихах мы находим сравнение Бога с человеком. Бог – благ, а я – кто я? Что из себя представляет человек? Вначале мы должны отметить, что только о Боге можно сказать, что Он благ. То есть, что Он добр. Сам Господь Иисус Христос сказал, никто не благ, как только один Бог. О человеке этого нельзя сказать. Порой мы говорим о том или другом человеке, что это добрый человек, но человеческая доброта очень относительна. В Библии, правда, об одном человеке сказано, что он был муж добрый. Эти слова сказаны о Варнаве и записаны в книге «Деяния апостолов». Мы знаем, что благодать Божия сделала его мужем добрым. Это не природная доброта Варнавы, а Божья доброта, сделавшая его таковым. Только Бог добр. В своем естестве в нем нет ничего другого, кроме доброты. Так что же можно сказать о человеке в его естественном состоянии? «Кто я?» – спрашивает Асав. Послушайте, как он отвечает на свой же вопрос. «А я?» – едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Иначе говоря, если бы Бог не поддержал, если бы Он не проявил милость свою, то я бы пал. Я позавидовал. Позавидовал кому? Безумным, нечестивым. Такова моя человеческая натура. Если, не рассчитывая на Бога, я не мог бы поступить иначе, ибо я в беззаконии зачат и во грехе родила мать моя, как это выразил псалмопевец Давид. Такова натура человека, которую он унаследовал у своих прародителей. Таким он родился. Лукаво сердце человеческое более всего крайне испорчено. Эти слова записаны в Слове Божьем. Сердце человека крайне обманчиво. Оно до такой степени испорчено, что человек зло называет добром. И добро злом. Тьму он почитает светом, и свет тьмою. Горькое почитает сладким, а сладкое горькое. Человек не в состоянии понять подлинного состояния своего сердца. Только Бог досконально знает нас. Он знает нас гораздо лучше, чем мы сами. Потому что Бог смотрит не так, как мы смотрим. Не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Да, Господь испытывает все сердца и знает все движения мысли человека. Не мудрено, что Давид взывает, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Почему Давид так молится? А потому что он знает, как лукаво и обманчиво его сердце. Он понимает, что только Бог до конца знает его и может направить его стопы на путь правды. Вот почему после своего горького падения, после того, как сердце его обмануло, Давид тоже позавидовал. Этим дал место дьяволу и пал в прелюбодеяние. Но это не все. Он добавил еще злодеяние к уже соделанному греху, убив ближнего своего. И вот после этого он взывает к Богу, сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый, обнови внутри меня. И Господь услышал его. Разве невелика милость его, благость его заключается в том, дорогие мои, что он сам дает грешнику и покаяние, и прощает его, и дает ему чистое сердце? Разве это не чудно? Это благодать Божия. Но кто-то спросит, как же так? Если человек пережил возрождение, и Дух Святой дал ему новое сердце, сердце чистое, расположенное к Богу и к Его желаниям, как может возрожденный человек так низко пасть и согрешить против Бога, многомилостиво и щедро простившего Его? Необходимо иметь в виду, дорогие друзья, что поскольку этот возрожденный человек находится в теле, его ветхая натура будет противодействовать его новой натуре. Это постоянная борьба. Если, однако, этот человек вполне предан Господу, и Дух Святой овладевает этим человеком, то он окажется победителем. Вот почему Христос постоянно напоминает нам, чтобы мы бодрствовали и молились, чтобы не впасть в искушение. Однако примеры как из Ветхого, так и из Нового Завета указывают на то, что такой возрожденный человек способен все же пасть, подавшись искушением. Но если он действительно пережил возрождение и является чадом Божиим, Бог не оставляет его и будет преследовать его до тех пор, пока не приведет такого человека к покаянию, пока не восстановит общение с ним. Мы видим это в примере Давида. То же самое мы видим на примере Асафа, в разбираемом нами Псалме. И особенно ярко эта истина проиллюстрирована в падении и последующем восстановлении Симона Петра. Так что человек, который стал добрым, стал таким благодаря имеющимся в нем Господа Иисуса Христа. Это не его доброта. Он сам ее не имел. Видите, все мы подпадаем под эту категорию, ибо нет праведного ни одного, нет делающего добро, нет ни одного. Поэтому доброту, которую имеет возрожденный человек, не его доброта, а Божья. Бог вложил ее в наши сердца. Он сделал нас праведными не по нашим заслугам, а по великой благодати своей через веру в Господа Иисуса Христа. Через эту благодать мы оправданы перед Богом не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Божьей милости, как говорит апостол Павел в послании к Титу. Вот почему всех, принявших Его спасение, Бог видит. Видит Его не в Его греховном состоянии, а облеченного праведностью Сына Его Иисуса Христа. Вот почему все то доброе, что имеет теперь помилованный и спасенный грешник, это не Его природная доброта, а доброта Его доброго Бога и Спасителя, сокровище, которое Он по благодати Своей вложил в Его сердце. И это доброе сокровище в сердце прощенного грешника никто иной, как Сам Господь Иисус Христос, живущий в Нем Духом Святым. Послушайте, как апостол Павел ясно говорит о том, в чем заключается это сокровище. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. И так ясно, что сокровище – это Иисус Христос, живущий в нас Духом Святым. Мы никогда не должны забывать, дорогие мои, что то доброе, то сокровище, которое мы носим в теле Своем, в наших глиняных сосудах, было дано нам. И мы стали храмом Духа Святого по благодати Божьей. Мы были людьми, ходящими во тьме и живущими в стране тени смертной. И если бы над нами не воссиял свет Божий, если бы Бог не вывел нас из заключения и освободил нас от оков греха, мы продолжали бы жить во мраке. Но по великой благости Своей Он озарил наши сердца, Он избавил нас от власти тьмы. И теперь мы дети дня и света, а не ночи и тьмы. Это дивное сокровище мы носим в глиняных сосудах, то есть в телах наших, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Поэтому, дорогие мои, если на самом деле сокровище внутри нас, это живущий в нас Иисус Христос, тот, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, то кем, кроме Им, можем мы хвалиться? Вы слышали? Христос вселился в наши сердца, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. И тем не менее, о, как человек любит присваивать какую-то долю доброту себе. Именно в такие моменты небдительности к нам подходит Искуситель и нашептывает свою ложь, что, мол, не может быть, чтобы ты хотя бы отчасти не заслужил милости Божьей. Ведь есть же в тебе что-то доброе, заслуживающее внимания Божьей. Когда мы подставляем свое ухо и прислушиваемся к нашептываниям Искусителя, мы становимся на очень опасный путь. Что-то подобное произошло в жизни Симона Петра, когда Господь предупредил учеников Своих, что все они соблазнятся о Нем. Вы помните, как на это прореагировал Петр? Он сказал Иисусу, если и все соблазнятся, но не я. И тогда Господь обратился лично к Петру и сказал, истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но Петр еще с большей настойчивостью утверждал, хотя бы мне и надлежало и умереть с тобою, но не отрекусь от тебя. Что делает Петр? Он фактически говорит, что он не такой плохой, как думает о Нем Иисус Христос. Он приписывает заслуги себе, а не Христу. Он становится настолько дерзким, что даже осмеливается противоречить Христу. Мол, ты меня не знаешь, я докажу тебе, что могу остаться верным тебе, даже если это будет стоить мне жизнь. Нам известна печальная история самонадеянного Петра. Понадобилось всего лишь обвиняющий палец девочки-подростка, и Петр со всем своим хвастовством отрекся от своего Спасителя. Но разве Петр не был чадом Божиим, вне всякого сомнения он был. Притом он был одним из ведущих учеников Христа. В течение трех лет он следовал за Иисусом. Дорогие мои, пример апостола Петра является напоминанием о том, насколько наше сердце испорчено, как оно склонно блуждать и уклоняться от прямого узкого пути в нашем следовании за Иисусом Христом, и как необходимо постоянно доверять и уповать на Господа во всем. Вот почему сразу же после этого случая Христос взял с собой Петра, Якова и Иоанна, чтобы помолиться, и сказал им, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Проблема Петра заключалась в том, что его сердце не вполне было предано Иисусу. Несомненно, Петр имел желание следовать за Иисусом, и был искренен, когда он с такой горячностью сказал, что готов даже умереть за Христа. Но лукаво сердце человеческое и крайне обманчиво. Петр думал, что отрыться могут другие, но не он. Когда Христос упомянул о том, что ему должно быть распяту, Петр возразил, «Да не будет этого с тобою». Он не хотел, чтобы Иисус шел на распятие. Петр не видел никакого смысла в смерти Христа, потому что рассчитывал на земное царствование с Ним. Мечты Петра о земном царстве были несовместимы с предсказываниями Иисуса Христа о неизбежности смерти. Вот в чем была его проблема. Выходит, что Петр не верил всему тому, что говорил Иисус Христос. Он просто не хотел верить, потому что слова Христа противоречили его понятиям. Иначе говоря, его сердце не было всецело предано Господу. Петр был меж двух огней. С одной стороны – его собственные амбиции, с другой – воля Божия. В своем сердце он таил идола, которому тайно поклонялся, а о таком состоянии Библия говорит, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Заканчивая эту проповедь, мне хочется возвратиться к тексту, прочитанному в начале, к первым трём стихам 72-го Псалма. Асав говорит, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Да, Асав тоже позволил дьяволу соблазнить его. И чтобы преуспеть, искуситель применил особую тактику. Посмотри, сказал он, как благоденствуют нечестивые. Им нет страданий, они не болеют, наслаждаются роскошью, им не нужно работать, их дети сыты, одеты, они учатся в спецшколах. А ты, посмотри, как ревностно и прилежно ты следуешь за Богом, молишься, читаешь Библию, не пропускаешь богослужения, стараешься быть добрым примером. И посмотри, какое ты получаешь вознаграждение. Никакого. Наоборот, одно испытание следует за другим. Смотри, заболела твоя жена, ты еле-еле сводишь концы с концами. Если Бог такой добрый, действительно, то где же справедливость? И на шептывание такого рода воздействовали на Асава. И мы видим это из его признания. Послушайте, как рассуждает самим собой Асав в следующих стихах этого псалма. Я читаю 13 стих. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Постоянно атакуемый врагом Асав начал задумываться, присматриваться. А ведь действительно, посмотри на этого нечестивца. Асава, надменный, дерзкий, поднимает к небесам уста свои, язык его расхаживает повсюду, говорит, как узнает Бог, есть ли ведение у Всевышнего. Этот нечестивец благоденствует, умножая богатство? Асав позавидовал. Как мог он, чадо Божие, позавидовать нечестивому? В чем дело? Порок сердца. Новая машина соседа стала причиной зависти. У соседа машина, а у него, чада Божьего, годами верно служащего Богу, только велосипед. Но благодарение Господу, дорогие мои, все стало на свои места, когда он вошел в Дом Божий. Его отношение сразу же изменилось. Там, в общении с другими детьми Божьими, Асав уразумел конец нечестивцев. Он также уразумел, в каком опасном и скользком пути очутился он сам. С этого начинается покаяние Асава. Слушайте, как он исповедует перед Господом свои грехи. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. И когда он так смирился, исповедовав свой грех перед Господом, Господь простил его. И Асав опять славит своего Господа. «Слушайте, я всегда с тобою, — говорит он, — ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». Это триумфальный возглас прощенной души. «О, какая уверенность, какая радость, какой мир!» Асав заканчивает этот псалом такими чудными словами. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела его». «Мой дорогой друг, может быть, ты попал на такой же скользкий путь. Ты пошел на компромисс с миром, со грехом и с дьяволом. Если это так, немедленно возвратись. Вразумись, мой дорогой друг, подумай, ведь ты стоишь на опасной дороге. Сделай резкий поворот и бросься в объятия своего Небесного Отца, который ждет тебя с распростертыми объятиями. Скажи, как некогда сказал блудный сын, «Встану, пойду к отцу моему. Тебе благо будет приближаться к Богу. Приди к Спасителю, исповедуй свой грех Ему, и Он простит тебя, и ты вновь сможешь петь этот чудный гимн. Да, я спасен, спасен я от блуждания пытливого и гордого ума, спасен от сердца тягостных страданий под ношей житейского ярма, спасен от страха смерти, осуждения за грех давно лелеемых страстей, спасен от бездны вечного забвения во тьме среди томящихся теней. Приди к Иисусу сейчас, и Он примет тебя и простит тебя. Аминь.